Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наш цикл уроков по шине SPY. Шина эта синхронная как мы знаем. Сегодня мы впервые с ней поработаем на приём данных от устройства. Для этого мы возьмём с вами для примера микросхемку MCP3201. Данная микросхема является внешним аналогово-цифровым преобразователем. Вот на неё дата-шит технической документации, владелец микросхемы компания Microchip. Данная микросхема это не такой крутой АЦП, как может подказаться на первый взгляд, хоть она и внешняя 12-битная, не такая она скоростная, но в принципе для таких небольших задач, как например отследить сигнал какой-нибудь даже динамический, ну в пределах, скажем там, 100 кГц она работать может. Ну, с не таким большим разрешением рецэмплингом. Ну, в принципе, нам она нужна не для того, нам она нужна, чтобы просто, так сказать, получше закрепить наши навыки по работе с шиной SPY, так как данная микросхема подключается по шине SPY. Ну, всё равно мы посмотрим её характеристики, пусть они там не такие крутые, как бы. Ну, что здесь примечательно у неё? В общем-то, вот частота. Ну, частоту тактирования. Она держит 1,6 МГц при условии, что питаться она будет от 5 Вольт, а если питаться она будет от 2,7 Вольт, то будет только 0,8 МГц. Ну, при всём при этом, в общем-то, она более-менее различима. Например, если собрать на ней, взять графический дисплей и собрать какое-то подобие осциллографа, более-менее различима на ней будет сигнал с частотой до сотни кГц. Вот. Ну, в основном, что ещё можно про АЦП говорить-то? Ну, не знаю. Вы можете, если вам что-то ещё нужно, то, в принципе, можно поглядеть документацию данную. Ну, я думаю, нам больше здесь ничего не нужно. Вот здесь вот нарисовано, как передаются байты от неё, от данной микросхемы. То есть, вот такой вот у неё есть выход цифровой, так как он D, digital out. И по средствам, в общем, соединения данного выхода с входом микроконтроллера MISO, master input, slave output, данные и передаются. Вот тактирование, ну, CLK, SCK – это разницы нет. И вот чипсилет. То есть, мы опускаем чипсилет и начинаем тактирование. И тут нам начинает наш АЦП передавать данные. То есть, ну, получаем мы от него два байта информационных. Зачем нам нужны два байта? Ну, так как она, как заявлено, эта микросхема 12-битная, конечно, в одном байте мы никак не уместим данную информацию. Как минимум надо два. Первые три бита пустые идут в старшем байте. И в младшем байте последний бит также будет не информационным. То есть, полезной нагрузки он нести в себе никакой не будет. Вот распиновка данной микросхемы. Она является восьмиконтактной. Существует она в корпусе как и DIP, так и вот в таком вот, ну, в различных, то есть, корпусах. У меня, например, микросхема вот в таком вот. То есть, она поверхностного монтажа. Ну, я взял переходничок, я потом покажу и сделал из неё что-то наподобие DIP, чтобы воткнуть её в макетную плату. То есть, получилась такая характерная табуреточка. Вот. Ну, давайте теперь по входам. Первый. Vref. Это, соответственно, Reference Voltage Input. То есть, это опорное напряжение. То есть, подадим мы сюда, например, 5 вольт и будем плясать от 5 вольт. In+, это у нас аналоговый вход. Здесь мы и меряем напряжение на нём. In-, это для регулировки АЦП. То есть, если существует какая-то погрешность, то мы сюда плюс-минус 100 милливольт подаём. То есть, например, если погрешность в сторону там в одну, то мы, например, там плюс 57 милливольт подадим там или сколько-то. Тем самым мы можем регулировать, но не больше 100 милливольт. Также отрицательное напряжение в сторону другой регулировки обратной. Тоже не больше 100 милливольт. То есть, вот для этого. Если нам регулировать погрешность не нужно, а нам её регулировать не нужно, мы включим плавающую в запятую, мы просто поточнее выставим с вами напряжение опорное и всё. А вот, например, кому-то попалось готовое устройство и у него нет возможности залезть в прошивку, как бы и подправить там цифры, то он никак иначе может поступить, как регулировкой вот этой данной ножки. Дальше пошли. ВСС – это земля, общий провод, чип-селект пятый, д-аут мы, который рассмотрели, это тот провод, по которому будут передаваться данные на наш МИСО. Затем CLK – это SCK, Serial Clock, то есть последовательное тактирование шины SPI и WDD, соответственно, наше напряжение питания. Оно может варьироваться от 2,7 вольт до 5,5 вольт. Вот. Такие вот у нас характеристики и такая вот у нас распиновка. Читаем дальше. Вот так вот соответственно рассчитывается у нас напряжение, то есть Digital Output Code он рассчитывается так 4096 умножается на напряжение поданное к входу и делится на опорное, но нам придётся данную формулу перевернуть слегка, то есть выразить отсюда вот это. У нас искомой будет не код, мы его и так прочитаем с успехом, а искомой переменной у нас вот будет VIN. Ну и соответственно для неё мы и напишем функцию, но соответственно там нужно будет определённым образом включить плавающую запятую, то есть она у микроконтроллера выключена для экономии энергии, а здесь она будет нужна, потому что здесь нужна точность. Ну соответственно пошли дальше. Но это нам не нужно, это здесь и такая симуляция, так сказать, аналогового сигнала. Мы его просто симулируем, а вот и передача данных. То есть вот идут у нас с вами два вообще каких-то непонятных байта, в которых неизвестно что, затем идёт нулевой бит, то есть если что мы по нём можем как-то отслеживать. Если у нас нет аппаратной SPY, если пишем какую-то программную, то видимо по нём мы можем отследить, что нам именно это устройство передало. Либо у нас несколько устройств нашими SPY висят, что нам понять, ну не знаю зачем, но тут именно нулевой байт, а вот у нас идут нулевой бит, а вот идут биты информационные от нулевого до одиннадцатого. Вот идут они идут, затем опять получаем в конце нулевой бит и затем процесс повторяется сначала. То есть ну перед этим нам конечно шина перед нами отчитается, что байты у нас приняты. Для этого и существует реализация в Atmel Studio функции SPY. Ну, скорее всего здесь больше ничего у нас такого интересного не будет. А, ну это тут то, что данная микросхема поддерживает у нас два режима SPY, то есть режимов их четыре существует. 0011, 0110. Это в зависимости от того, как мы с вами включим там два определённых бита и будем по спадающему фронту включаться, либо по поднятому или по плюс, вернее по единице или по нулю, то есть про режимы я рассказывал, где знакомил вас с шиной SPY. Ну и наверное здесь и всё по микросхеме. Ну, это здесь корпуса, размеры и так далее. Вот такая вот техническая документация. Вполне себе подробная, нормальная. Вот она самая микросхема, вот так располагаются ножки. Вот и всё, ну а теперь по коду, значит, код я взял как всегда по славной традиции с прошлого занятия, удалил оттуда всё ненужное, ну вот даже оказывается не всё. Вот теперь всё, оставил SPY init, sendByte, хотя он нам не потребуется, мы передавать ничего не будем, но для будущего я её оставил, эту функцию пусть себе живёт. Ну и здесь у нас осталось только SPY init, но также нам же необходимо как-то информацию полученную от нашей микросхемки внешней АЦП отображать, чтобы мы её увидели. Ну есть вариант USART, ну я взял вот такой вот излюбленный LCD, то есть обычный LCD-дисплей с контроллером 44-780-16-2, у меня полно по нём различных занятий, так что можете почитать свободно. Ну взял я из одного из своих уроков, вот например, по моему вот отсюда вот я взял, когда мы собирали с вами часы, вот myclock 1307-lcd, вот такие два файла lcdc и lcdh. lcdh подключил их и также lcdh подключил вот сюда, к хедеру главного файла mainh. Ну так вот, теперь значит всё нам понятно, то есть вот lcdh, существует функция у нас, инициализация дисплея, также позиция на дисплее, мы сами с вами их писали уже в давних занятиях, передача массива элементов в виде строки, также очистка дисплея и передача одного символа на дисплей. Ну вот, давайте сделаем вот так, чтобы нам проще было. И вот сюда вот всё это дело положим и ненужное просто удалим. Вот это нам нужно и очистим дисплей. Всё, остальное нам не нужно. Ну вот мы подготовили наш дисплей, но можно наоборот, вот так. Да, lcdh не… А, ещё нужно нам инициализировать порт. Это надо нам либо написать, либо взять вот отсюда же, вот где мы пользовались с вами дисплеем. Можно взять отсюда данную функцию, чтобы не парить себе голову по её написанию. То есть взять и сделать вот так вот. Ну и заодно оттуда взять себе всю красоту сюда. Ну вот. Ну и также её и, конечно, соответственно, сразу вызвать прям первым делом. Всё. Ну можно написать. Вот так будет красиво, я думаю. Ну, здесь у нас встаём мы в самую первую позицию на дисплеем. Это будет у нас 0, 0, немножко не так пишется, здесь используется запятая. Ну, потом мы что-то делаем, получаем какую-то строку и задержку на 500 нам хватит. Вот. Вот такой уже, так сказать, костяк небольшой функции. Теперь как же мы с вами попросим у нашей микросхемы байт требуемой. А попросим мы следующим образом. Мы напишем функцию, не sendByte, а changeByte. Вот такую. Только она нам ещё вернёт с вами что-то. Она нам байт и вернёт, он zynetChar, ну, вернёт и вернёт. То есть, здесь вот начало точно такое же. Мы записываем какой-то байт в spdr, ну и ждём пока данные передадутся, в скобках обменяются, так как мы используем здесь ещё и приём. То есть, байт передастся на устройство, а оттуда вернётся байт другой по технологии сдвиговой по битна. Но так как у нас с вами вход MOSI не подключен, байт никакой не передастся. Но тем не менее устройство нам байт отдаст, оно никуда не денется, а функция будет на будущее общее. То есть, если у нас будет какое-то устройство, если мы в которое захочем, захотим передать байт, а от него принять, то есть обменяться, то она вполне себе будет нормально работать. Вот такая вот функция. Ну, теперь как-то нам нужно будет данную функцию использовать и всё-таки как-то запросить что-то. Ну, давайте опять её возьмём, только у нас так как два там байта потребуется нам, то мы сразу из функции вернём их два. Ну, объединим их в один двухбайтный int беззнаковый. Ну, здесь не spy, а назовём мы, например, read, читать мы будем 32.01, ну, мы ничего туда не передадим, вот так. Ну что ж мы тут будем делать, значит. Здесь мы сначала, ну, объявим переменную, да 2 от переменных, у нас 2 байта, 2 переменных объявим, байт 1, байт 2. Затем мы с вами низкий уровень на порт b подадим. Ну, конечно, не на весь порт. Мы подадим низкий уровень с вами. Низкий мы уровень подадим только на вторую лапку, там где у нас находится чип select. Так как по документации там видно, что чип select мы должны опустить, да не только по документации, а вообще по технологии шина spy. Шина spy нашими функциями вот этими вот, передачами и так далее, она никак не, так сказать, автоматически не опускает шину. Ну, может оно и хорошо, иногда некоторым нужно опустить, поднять и ещё раз опустить, то есть здесь и легче поработать самому над этим. Всё, шина у нас опустилась. Ну, дальше мы попытаемся что-то получить. b1, первый байт равен spy, change byte. Ну, передадим туда 0, якобы передадим, мы ничего туда не передадим, так как ещё раз повторюсь, у нас не соединено никак, ну, я бы соединил, но у микросхемы нет провода для приёма байта, так как, ну, вообще его нет. Он так как ей не нужен. Ну, это мы получим первый байт, ну, здесь вот то же самое мы проделаем и получим второй байт, ну, а теперь мы их просто хитрой манипуляцией перемешаем. b1 будет равен b1 на 8 сдвинутый, так как они у нас интеджеры, то есть, у нас они получаются пустые биты 8 штук слева в обоих, а справа что-то в них есть, ну, это если они приняли какая-то информация. Мы теперь эту информацию будем микшировать, перемешивать. То есть, вот берём мы это дело, сдвигаем первый байт на право, так как первый байт у нас идёт старше и мы смотрели. То есть, простите, влево сдвигаем туда, я забываю где право, где лево, вот показываю, вот туда вот, то есть, на запад. А затем байт второй с ним складываем по операции или и получается у нас байт первый стоит уже в левой части интеджера, а байт второй в правой части. Вот такой вот общий получился результат. Ну, давайте напишем об этом. Ну и затем, как мы знаем, у нас сейчас результат в первом байте, первые три бита в старшем байте они нам не нужны. Поэтому мы от них вот таким вот образом сейчас избавимся. Ненужный бит уберём. Три слева и один у нас справа. Ну и затем мы, так как у нас всё сдвинулось на три, мы теперь сдвинем на три назад, а лучше сразу на четыре. Вправо. И результат запишем сюда же. Ну, комментарий уже для этой строки написан в предыдущей. То есть, получается, что мы заодно и отсечём самый первый бит в младшем байте. Вот такая вот нехитрая операция. И у нас в этом интегере будет только полезные 12 бит слева, а справа четыре будут нулевых соответственно. Ну, теперь мы опускаем назад, то есть, поднимаем назад шину чип-селект, тем самым мы дадим микросхеме понять, что мы пока больше от неё ничего не хотим. Ну и возвращаем наш результат, двухбайтовую нашу величину. Ну, тут не чар, тут и не туда мы всё это написали, да? Угу. Ну, это поправимо. Я не в ту функцию написал код. Вот так. И вот так. Всё. Отлично. Это такое бывает. И теперь, значит, используя уравнение, которое мы видели для подсчёта нашей величины, мы давайте напишем теперь функцию конвертации вот этого вот полтора байтного интеджера в обычное число, ну, в количество наших вольт и миливольт, которые мы намерили. Ну, функцией будет вот такая. Флат. Это, если кто не знает, это переменная с плавающей точкой. Вот. Вот такая нам штучка будет нужна. Нажавём её Convert. 32.01. Вот так. И начнём вычислять. Для этого мы ещё одну переменную объявим. Затем мы эту переменную начинаем начинять каким-то значением. Преобразованное в float dt, переменную zynet int, который к нам придёт. Вот. Умноженное на 5, так как мы будем опорное напряжение подавать 5 вольт. И всё это дело мы с вами разделим на 4096. Ну, это количество, так сказать, бит в 12-битной величине возможных бит. Ну и вернём мы результат. Вот. Чтобы всё это работало у нас, мы должны, сейчас дай сбок памяти. Прожект. Вот сюда вот, что ли? Нет. Вот сюда вот. Linker. Вот. Такая вот. Даже миксер… даже прочитать боюсь. Meisel. Aneos. Не знаю. Вот такую вот строку вот сюда вот вписать. Вот. Я её на всякий случай сейчас скопирую и куда-нибудь в комментарий засуну. А то мало ли может быть разрешения моего видео не хватит вам прочитать. В интернете в принципе найти можно строку инициализации плавающей точки в контроллере. Вот здесь вот где-нибудь и напишу. Ну или запятую, кто как говорит. Вот такая вот будет вещь. Я постараюсь её, когда код буду куда-то размещать и давать ссылку, там тоже всё это дело прописать. Но тут ничего такого сложного нет. Я каждый параметр не буду разъяснять. Вот. Ну теперь идём в функцию main. Все функции мы наши служебные прописали, можем сказать. Хорим пополам. Здесь опять нам float нужен, dt тоже назовём, data данные. Также нам пригодится переменная для строки. Вот только не нужно её также называть. Мы назовём её по-другому, как обычно называем. И вот здесь вот мы начнём какие-то с вами делать несложные вычисления. Ну вычисляем dt равно convert3201, а внутри read3201. Всё. Вот тем самым мы вызовем сначала вот эту функцию, из неё changeByte, а результат передадим в параметр вот этой функции и получим вот такую вот величину. Ну и для этого, в общем, нам… Ну мы будем просто измерять и показывать напряжение на дисплее. Вот. Ну теперь нужно написать ещё что-то нам такое, что нужно, чтобы вывести строку. Ну мы сначала преобразуем за счёт нехитрой стандартной строковой функции sprint. Всё это делаем и передадим в нашу переменную, в массив символов str. Здесь вот такой вот параметр. Всё это в книжках по C есть, как говорится. Ну это то, что мы будем использовать два знака после целой, что мы не будем трёхзначное число получать. Я думаю, нам точность сейчас не важна. Затем пишем F – это идентификатор флота вот в этом вот форматной строке. Это сейчас у нас идёт форматная строка. ФВ. Ну вот так. И DT – это результат, который мы получили. Ну вот. Ну и, соответственно, str, lcd, str. Проверяем. Код собран. Смотрим, как всё собрано. Дисплей подключен стандартно. Я перевернул контроллер в сторону дисплея, чтобы здесь всё это АЦПшное собрать. Это делается вот так вот. Правой кнопочкой и X-Mirror. И у нас всё перевернётся. То есть вот. Взял назад, перевернул. Таким вот образом. Вот у нас подключение здесь. Вот он чипселект от нашей PB2. Потом вот СЦК, как и было А19. А для данных мы используем уже не 17-ю ножку, как на предыдущих занятиях, а 18-ю MISO. И подключаем её к DAW. То есть данные устремятся в обратном направлении, к нашему микроконтроллеру. Здесь вот я собрал нехитрый эмулятор различных напряжений от нуля до 5 вольт. То есть поставил переменный резистор на 10 кОм. Вот. Ну. Центральную ножку на IN+. IN1, как известно, если мы ничего не корректируем, мы соединяем с общим проводом. А на VRF я подал наше питающее напряжение. Ну, здесь оно идеальное в Proteus 5 вольт. Ну, давайте включим всё это дело. Вот. Он сначала показал 5 вольт в наш дисплее, потом 2,95. Соответственно, мы видим, что здесь тоже 2,95 вольт. Метр показывает, а опорный показывает 5. Ну, давайте попробуем немножко убавить. Вот у нас всё убавляется. То есть код у нас работает. И в этот раз обошлось безо всяких эксцессов. Ну, перед тем, как прошить наш контроллер, мы сейчас посмотрим, как у меня всё это дело собрано в схеме. Я сейчас включу вот такой вот светильничек и покажу. Вот наша эта отладочная плата, которая нам веро и правда служит во всех уроках. Всё и соединил точно так же, как на схеме. Вот здесь вот я сейчас поближе постараюсь придвинуть. Вот там наша маленькая стоит микросхемка. Это 32, которая 0,1. Ну, как-то вот так. Вот она. То есть она собрана в табуреточке такой вот. Я даже сейчас могу в принципе вынуть, не полениться. Вот микросхемка. Угу. Я думаю видно вам. Вот она собрана на переходничке, а здесь вот распаяны две колодочки таких вот с папами. И всё. Втыкаем её. В общем, тут даже написано, вот у неё первый проводник, где точка. И здесь вот на самой платке также пишется. Вот он, первый ножка. И дальше пошло первая, вторая, третья, четвёртая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Вот таким вот образом здесь всё происходит. В общем-то сейчас мы его воткнём назад. Всё. Дисплей подключен, как говорится, по той же схеме, как и был он в прежних занятиях. Что видно было и в протеусе. Вот он по четырёхбитной схеме, четыре ножки пропущено. То есть, мы восьмибитный режим не используем, нам спешить некуда, мы экономим с вами лапки портов. Вот. Ну, такой большой макетниц я взял из-за того, что маленькая у меня в данный момент занята под определённые другие задачи, под микроконтроллер STM32. Я не стал там разбирать, потому что мы там тоже работаем с дисплеем. Кому интересно, вы обязательно посмотрите. Там мы работаем с дисплеем 40 на 4. Вот. Ну, вот ещё, значит, как всё подключено. Вот такой вот он подстроечный резистор на 10 кОм. Там-то это само собой резистор такой же стоит в плате. Вон там он в отладочной. Это для регулировки контрастности дисплея, а это для регулировки нашего напряжения, которое мы будем с вами измерять. Ну, здесь вот всё это разведено проводами, подключена микросхемка. Вот. От центральной ножки нашего подстроечного резистора идёт красный проводок, а от общего провода идёт белый проводок. Ну, мы возьмём приборчик вот такой вот с вами. Даже не знаю, как его и показать. Вот он. Мастэч у меня приборчик. Вот такой вот. 9508 серию. Очень такой неплохой приборчик. Всем рекомендую. Ну, не сказать, чтобы он сильно дешёвый, но и не сильно дорогой. Ну, вроде как он более-менее точный. Мы с ним будем и сверяться. То есть, мы будем мерить данное напряжение. Я же также от центральной точки подключил и сюда, к микросхеме. Вот. Ну и параллельно будем измерять вот этим вот прибором. Ну, так как у нас макетница, не используется эта часть, мы сюда поставим с вами прибор. И подключим его, соответственно, вот плюсом к красному проводу. Вот посредством таких вот крокодильных щупов. А чёрный, соответственно, к общему проводу. Вот такие у меня щупочки интересненькие. Надо, чтобы ничего никуда не перемкнуло. Вот они в подключенном состоянии. Вот такие щупы. Я их под прибор положу, то у меня уже всё свисает на клавиатуру. Ну, хорошо. Давайте включим нашу схему. Ну, пока контроллер чист. Там нет пока у нас ничего. Поэтому нам дисплей пока ничего не покажет, то есть. Ну, давайте прошьём теперь наш контроллер. Ну, сначала считаем и запрограммируем его. Вот. Прошивается контроллер. Ну и смотрим, у нас почему-то… А, всё есть на дисплее. Я дисплей положил наоборот. Прошу прощения. Сейчас мы придумаем какой-нибудь вот как. Так. Включим сейчас. Вот. И выключим, наверное… Ага. Вот так вот. И всё мы с вами будем отлично видеть. Сейчас что-нибудь подложим под него, под этот дисплеечек, чтобы он спокойно тут висел. Вот отлично. Я думаю вам видно, что в данный момент у нас показания 4,96, а на нашем вот этом приборчике показания немножко другие. Значит, что нам нужно будет сделать? Это всё из-за того, что у нас не ровно 5 вольт. Мы узнаем сколько у нас вольт. Мы возьмём вот этот провод и подключим его… Ой, развалилась немножко конструкция. Ну ладно. Мы его подключим сейчас с вами не к средней лапке, а просто к плюсу. Тем самым мы узнаем наше с вами опорное пока напряжение. Вот. Она у нас 4,91. Ну можно даже вот здесь вот от восьмой ножки микросхемки. Вот 4,95 всё-таки. Там был контакт плохой. Поэтому мы вместо 5 должны с вами будем делить на 4,95. Но это опять приблизительно, это всё не точно. Надо было бы конечно тысячное использовать. Вот. Разрешение дисплея… Ой, не дисплея. Разрешение, простите, АЦП вполне бы для этого хватило. Ну, 4,95 попробуем сейчас написать вместо 5 вольт. Ну, пока вот так положим. Ну, я думаю, вы видите показания. Сейчас я немножко поверну камеру вот в сторону. Вот 4,96 вольт соответственно. Ну, теперь мы вернёмся в код и попробуем написать вместо пятёрки вот тут вот, вот такую скобку сделаем 4,95. Точка ставится, не запятая, когда используем флоты. Опять F7. Код собираем. Код собрался. Шьём процесс, то есть микроконтроллер. Ну и смотрим. Ну, практически уже у нас теперь немножко показания стали другими, но тут, скорее всего, ещё контакт плохой. Сейчас я попробую подстроечник покрутить этот. Вот сейчас я, чтобы вам видно было. Вот он. Можно, в принципе, включить нам и освещение. Может даже лучше будет видно. Вот с освещением тоже нормально видно. Ну, вот вольт сейчас до 2 с вами убавим. Ну, тут подстроечник он очень точный. Его крутить нужно много оборотов. Ну, мне такие, в принципе, нравятся. Ну, пусть вот 2,62. Вот. А тут у нас 2,65. Ну, может даже и прибор врёт, я не знаю. Можно, в принципе, оценить погрешность. Вот. Взять. Взять. Сейчас давайте умножим на 4,94. Скорее всего, нестабильный даже не прибор. Дело не в приборе. Нестабильное у нас напряжение. F5 нажал вместо F7 идёт, который у нас из программатора. Если бы оно было хорошо простабилизировано бы, то таких вопросов бы, я думаю, тут не возникло. То есть, нужно поиграться вот с этой вот величиной. Ну, то есть, точно нужно знать. Вот. 2,66 у нас сейчас. Здесь 2,62. Так, попробую перезагружу ещё контроллер. У нас почему-то не очень хорошо очищается дисплей, но это сейчас не суть. Важно. Давайте ещё немножко убавим. А, это я прибавляю. Но, тем не менее, у нас всё измеряется. То есть, если подать точное опорное напряжение, то данный прибор будет очень точный. То есть, для таких вот измерений трёхзначных и четырёх даже значных без вопросов 4096 градаций хватит. То есть, такого вот разрешения очень даже вполне. Вот. 1,97. Вот. Скорее всего, у нас просто опорное напряжение прыгает, поэтому и невозможно. Вот сейчас я просто ещё сейчас попробую измерить опорное напряжение наше, сколько у нас сейчас вот есть. Может ещё контакты быть плохие у подстроечного резистора. Вот. 4,95 сейчас. То есть. Ну, в общем-то, самое главное то, что у нас всё с вами работает наше АЦП, напряжение меряется, то есть и тем самым я поздравляю всех с тем, что мы с вами наконец-то уже очень плотненько изучили шину SPY и как с ней работать. Ну, возможно, в дальнейшем я ещё скандаблю занятие по подружению или как по дружбе двух микроконтроллеров между собой. Я не знаю, какой я второй возьму. Может тоже восьмёрку от Meg, я не знаю. Может какую-нибудь Тиньку или 2032 или там какие там ещё есть. У меня их много. В общем, какую-то такую попроще возьму. То есть, чтобы нам понять, что у тех микросхем, хоть они немножко классом ниже, всё равно всё это работает и что у них SPY шина также работает. У меня такой просто для них второй отладочной платы нету. Ну, тем не менее, есть у меня другая плата, в общем, где у меня есть видео по распаковке посылки с Китая с тремя программаторами. Там она показана. Так что можете ещё посмотреть, какая у меня ещё вторая плата. Это общая плата для различных серий микроконтроллеров AVR. Вот. Там я показывал, как я программировал и Тиньи, и Atmega 32 также. То есть, ну, там единственное то, что это не для внутрисхемного пользования. Там именно вставляешь микросхему, прошиваешь её, затем нужно микросхему уже ставить куда-то в схему, в другую отдельно, чтобы она там работала с этой прошивкой. Было неудобно и я решил заниматься с Atmega 8 и собрал вот такую вот, как сейчас, отладочную плату. Вот. Ну, в общем-то наш урок номер 29 подошёл к своему завершению. Всех благодарю за внимание. Пишите комментарии, ставьте вот такие пальчики вверх. Если вам понравилось моё занятие и другие мои занятия, также смотрите рубрику по программированию микроконтроллеров STM32. Очень интересно. Мы там рассматриваем сейчас библиотеку Hall, которая очень популярна в наше время. Может, позавидуете, приобретёте себе такой, можно заказать откуда-то. Ну, он, конечно, не из дешёвых, но тем не менее, там уже готовая плата Discovery, в общем, законченная. То есть, там не нужно париться по распайке по какой-то и заниматься с ней долго и упорно. Вот. Ну, также смотрите другие мои плейлисты соответственно. Ну, ещё раз всех благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, чтобы знать, когда выходит следующее видео. Вступайте в группу ВКонтакте, пообсуждаем там тоже немножко программирования. Вот. Всем пока. в следующем видео. Что бы больше всего? Вот.